С чего начинается Родина? Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Так полагали в 1917 году строители социалистического рая. Божьи заповеди большевики заменили постулатами интернационала. О последнем и решительном бое пели солдаты, матросы, рабочие и интеллигенция. В этом хоре звучал и голос уроженца Коми-Земли, коммуниста Павла Николаевича Елькина. Он был одним из тех, кто устанавливал в нашем крае советскую власть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он родился в нашем коме-селе в Шошке. Это недалеко от Сыктывкара, в крестьянской семье. Но я думаю, что семья у него была довольно зажиточная. Потому что мы ездили в Шошку с отцом Александром Никитенко и знакомились там с племянницей его, которой ей уже было под 90 лет. Но она очень хорошо помнила Павла Елькина и говорила, что у них возле церкви самой стоял трехэтажный деревянный дом. А сам Павел Елькин в 10-летнем возрасте был взят своим дедушкой, который в то время жил уже в Усесольске, в самом городе, в семью. И поступил учиться в приходское училище в Усесольске, где проучился три года. Потом он окончил слесарно-кузнечную школу. В 1897 году его призвали на военную службу в Петербург. В 1902-м Павел Елькин демобилизовался в чине унтер-офицера. Домой не вернулся. Остался в Питере. Устроился слесарем на завод. Когда началась Первая мировая война, Павел попал на русско-германский фронт. Там, в окопах, под влиянием большевистских агитаторов, им овладела идея поднять знамя борьбы за рабочее дело. Молодой пролетарий отдался ей всецело. Из личного дела Павла Елькина. В 1917 году Елькин Павел Николаевич участвовал в свержении царского правительства. Принимал участие в свержении Временного правительства 25 октября. В 1918-м вступил во Всероссийскую коммунистическую партию большевиков. В качестве делегата присутствовал на нескольких съездах ВКПБ. В 1918 году Павел Елькин вернулся в коми строить светлое будущее. Карьера молодого большевика складывалась успешно. Его охотно избирали на ответственной партийной должности, доверяли исполнению важных дел. В начале 1920-х годов его старший сын тоже принимал очень активную общественную работу. Он был один из первых комсомольцев, во-первых, нашего Оси Сольска, а во-вторых, он создал первую пионерскую организацию. Поэтому больше всего его имя, то есть фамилия известна у нас тут, как Павел Елькин, создатель первой пионерской организации, и написал историю даже создания этой пионерской организации. Между тем, социалистические преобразования в России не всегда вызывали восторг даже у тех, кто принимал в них непосредственное участие. Завоевания нового мира выражались главным образом в разрушении вековых традиций русского народа. Сомнения по поводу целесообразности таких преобразований терзали даже старых гвардейцев-большевиков. Павел Николаевич не был исключением. Классовый враг был уже повержен. Однако тысячи людей умирали от голода, а храмы лежали в руинах. Тогда Елькин задался вопросом, за такое ли будущее он боролся. В начале 30-х в Усть-Сысольск начали пребывать ссыльные. Некоторые из них селились в сыктывкарском местечке Кочпан, неподалеку от дома, где с семьей жил проверенный большевик Павел Елькин. Возможно, к тому времени старый коммунист многое переосмыслил. Он стал опять ходить в церковь, поддерживать ссыльных священнослужителей. У него взгляды стали меняться. И он подружился уже с церковниками в то время. Он жил в Кочпане. И в это время очень много было ссыльных сюда. Крупных герархов сослано. И священников. Видимо, в этот круг он попал, потому что у него жена, вторая уже, конечно, когда они поженились, она как раз была старостой Кочпанской церкви. Дружба коммуниста с лицами духовного звания, разумеется, не вызвала одобрения у руководящего звена местной партийной организации. В 1929 году Павла Елькина исключили с партии с формулировкой «Исключен как активный церковник за связь со служителями культа». Мама с младенчества водила меня в церковь. Там она была старостой. Мне запомнилось на всю жизнь, как мы с братом стоим на службе. Батюшка Федор Веселков службу ведет, и мы подходим к нему причаститься. Хороший был батюшка. Его потом арестовали, и пропал он без вести. В 1934 году в Сыктывкар очередным этапом прибыли епископ Арзамасский Серапион и епископ Вязниковский Герман Решенцев. Владыка Герман проживал в домике на улице Колхозной рядом со Свято-Казанским храмом. Здесь, в Свято-Казанском храме, епископ Герман служил простым регентом. Его простота и приветливость притягивали людей. Местные и ссыльные шли к Герману Решенцеву на исповедь, за советом или благословением. Владыка Герман был душой ссыльного духовенства. Его дом стал своеобразным штабом помощи всем нуждающимся. Разумеется, такого человека старый коммунист Елькин не мог не заметить. Классовые враги подружились. По воскресеньям, после литургии, они обычно собирались в домике епископа Германа. Пили чай, говорили о жизни. Об этих встречах донесли властям. Власти заподозрили заговор. Ночью 24 февраля 1937 года все близкие Герману Решенцеву люди и сам епископ были арестованы. В официальных документах это дело получило название «Дело священной дружины».